Весокие стандарты, поставленные тобой вчера, становятся реальностью для наших специалистов уже сегодня. Продукция Genetic Club создается командой профессионалов на современном производстве по стандартам управления безопасностью ХАСП и ИСО. Genetic Club. Когда важен результат. Я тут сезончик поготовился, мне должны первое место дать. Сейчас получается фарма руководит всей твоей судьбой. Так не должно быть. Скажите, а почему армрестлинг? Он же тоже опасный. Там отрывают руки и ломают кости. Ему 70 лет. Сука, он делал этот вес, ему нихуя не давит. Дэн, ну хорош, блядь. Кто-то умирает на этом вражне, а кто-то, блядь, даже его не считает. Тебе насрать, какое место тебе дадут? Ну, как правило, дают первое. Блядь, он всю жизнь качался. И тут 4 месяца армрестлинга. Это все, это привычка армрестлинговская. Если бы я про Данилова, ну нельзя так позировать. Ну, когда он вышел на сцену, блядь, вот это вот. Что, блядь? Это больно, сука. Нет, ну ты же хотел медиа. А потом я говорю про Мартынки. А Мартынкин так не делает, у него битовцев нету, нахуй. Ему с пеной приходится хащить. Хуевый план. Ребят, для тех, кто сдает анализы, есть возможность сдавать анализы со скидкой 30-40%. Скачав просто вот это вот приложение, перейти по ссылке в описании, скачиваете это приложение. Вот так вот оно выглядит. Вот. Там регистрируетесь и, соответственно, все необходимые анализы, которые вам нужны, из списка выбираете, добавляете их в корзину, оплачиваете. В корзине они будут уже у вас сразу со скидкой 30-40%, в зависимости от того, там на каждый анализ разные скидки. Поэтому экономьте на анализах 30-40%. Очень важно, что это приложение работает в любой точке России и сотрудничает оно с клиниками Helix и Gematess. 30-40%. Регистрируйте, скачивайте. На здоровье. В общем, ребятки, привет. Съемки у нас происходят в солнечном Санкт-Петербурге. Никогда не думал, что на видео это скажу. И вот опять топ-джим. Денис Бажанов, Александр Федоров, тренировка спины. Сейчас еще Ёрш подъедет, будет фотографировать. Давно просили и в комментариях писали, позови Дениса Бажанова на тренировку к Федорову. Все, пожалуйста, позвал Дениса Бажанова. Хоть он с бодибилдингом сказал, завязал, но качаться не завязал. И сейчас Саша Федоров его немножечко простимулирует, может быть, я думаю. И мы начнем готовиться на осень по бодибилдингу. Это мастер-чиф, хозяин Станислав Шахназаров. Этого замечательного, легендарного места. А это... А это Дрич Бажанов. Вот, встречайте. Он все жалуется, что он похудел, что у него нет формы, но все как всегда. Ну и, собственно, Мекка. Мекка. Братан, тут нет больших весов. Тут есть обычные веса, и ты ими под ними умираешь. Мне всегда в комментариях писали, у меня, в принципе, силовые небольшие. Но даже с теми, с которыми я обычно работаю, они тут еще меньше оказывались всегда. То есть ты смотри, просто притворяйся, что ты нет, все. Тяжело, да, в отказ. Нет, там, когда ты думаешь, что у тебя отказ, тебе говорят, еще 10, братан. Не сделай лет 10. Блин, в самом начале мне плохо. Поэтому здесь так не работает. В общем, Денис Бажанов у нас знаменитый уже Армдейслер с его субтитровой России. Не хочет возвращаться в ББ. И я надеюсь, что вы в комментариях поддержите его, простимулируете, промотивируете его на выступление. Пиздюлев мне там в комментариях. И пиздюлев тоже. Давай, короче, сейчас нас спросим, почему вы не примените? Да, кстати говоря, потому что задают этот вопрос постоянно мне почему-то, блядь. Вопросники, блядь. Почему не общаешься с Денисом Бажановым? Где он вообще, что он вообще? Вот Денис Бажанов. Почему он не хочет больше выступать, что и как? Вот прям от первого лица. Давай, Денис, вещай. Не выступать я не захотел уже когда. Когда операции были. То, что я там на Сибирь вышел, это был такой момент, чтобы обо мне вспомнили, потому что про меня забыли. Два года подряд, блядь. Да, ну, два года подряд, ну, затянуло. Это такая фигня, которая затягивает. Ты не планировал тогда долгое возвращение? Я хочу, в принципе, выступаться, но... Выступаться, блядь. Выступать, но не могу на полную готовиться именно как тяж. То есть я не могу много есть. То есть я могу выходить в такой форме, вот как мы делали в 22-м, могу держать 123-120 килограмм, выходить там с весом 118, делать рекомпозицию на небольшом количестве витаминов, небольшом количестве гормона, небольшое количество еды. Но мне охота, я потому что знаю, что у меня максимальный вес был 150, и если просушиться, у меня было бы где-то на сцене 125 суких мышц. И вот когда всякая-то херня произошла, мне просто на полшишки неохота выступать. Ну, и есть маленькая боязнь, что у меня там за сценой сведет, парализует, как в 21-м. Потому что, ну, видимо, как-то организм очень плохо влияет на мочегон, тоже определенные риски. Как бы сыну нужен здоровый отец. Скажите, а почему армрестлинг? Он же, блядь, тоже опасный. Там отрывают руки и ломают кости. Не знаю, тоже нравился этот спорт, но не мог им заниматься, потому что занимался бодибилдингом. Как только я решил немножко завязать, решил против армрестлинга. Ну, затянуло. Теперь вот, немножко рукоблужу. Правда, недолго, 4 месяца, еще без тренера, но намерен, в принципе, в поп-арме двигаться. Ну, ты сейчас тренируешься, ну, как и по ББ, просто подкачиваешься, и есть у тебя целенаправленные армрестерские тренировки? Да, только без, единственное, без стола. Пока без стола. Я пару раз, там, три раза, может, сделал за столом спарринги. Недавно ездил к Марку Трискунову, тоже тренер пармрестлинга. Тоже делал какие-то, показывал свои фишки, нарабатывали технику за столом, движение именно само. В Таиландии я боролся с человеком, тоже. Я привез туда стол. Ну, тоже, ну, вот такие пока телодвижения, именно целенаправленного тренера, чтобы мне прям ставили в мое движение, пока нету. Делаю определенные упражнения с весами, на кисть, на бок еще мало, потому что нет стола. Нужен стол, короче, и тренер, все. И тогда, я думаю, месяца 4 я могу выйти на каком-нибудь уже армфайте. Честно, честно, вот все, что сейчас Денис сказал, я не услышал ни одного, грубо говоря, весомого аргумента, почему он не смог бы подготовиться. То есть, ну, 118-119 килограммов соревновательных упражнений. Короче, давайте делаем так. Выстрелить он может. Весна 24. А МС? ЮФС? И ФББ Элитпро, блядь. Везде, блядь, да. Сразу по всем павильонам пройдусь там, блядь. Ну, если в UFC меня не отпиздят сразу в нокаут, я выйду по ББ, но сначала пармрестлингу. Договорились. Хуевый план. Нигде нихуя ничего не вести. Болков бояться влезть не ходить. Мне просто очень, скажем так, немножечко, ну как, обидно с одной стороны, да, что такой потенциал он в плане массы уже реализовал, на нем массы очень много. И ее нужно просто более грамотно и более с умом подходить сейчас к моментам со здоровью. Но подготовиться, в принципе, можно. У него нету глобальных проблем со здоровьем, чтобы вы понимали, что он там что-то при смерти. Он, когда после 21 года, после того, как пережрал мочегонок и переел панангина, калия, как он называется правильно, калия? Гиперколемия, да? Гиперколемия, да. Когда он ел калия сберегающие мочегонные, по совету тренера, и плюс еще панангин таки давал сверху. У него калия очень много стало, и его свело, и он этого боится. Хотя в 22 году, когда мы с ним готовились на Сиберин, и форма была хорошая, и самочувствие у него было отличное, и все. Ну, немножечко разочаровался он. Я думаю, просто мы, просто гармошку не отключили, блядь. Гармошку надо было отключить, минус 2 килограмма, и уже бы нормально было. Я думаю, был бы, вот вес был 115,5, если бы гармошку не поставили, я думаю, был бы вес 117, как на следующий день. А вот в Pro был бы еще сушим. Блядь, тогда совсем мало было. Да, 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 но видите как, нам сказали, что есть какая-то пленка там и так далее, и мы к Питеру его подвели получше. То есть на Питере он был прям, ну вот, ободранный, и все равно что-то, блядь, не понравилось. Ну вот уже на МВП, у меня уже начали ноги уходить. Все, мы уже переслили, да, там уже пытались ужаться еще немножко, и получилось так, что уже все просто, вода из мяса повыходила, и все. Но мне на Сибири, честно, объективно, форму очень понравилась. Да, охрененно. Он такой прям был максимально наполненный, с хорошим самочувствием, он позировал, и когда уходил со сцены, он не просил отдышаться, он эту курилку просил, дай мне покурить. Нормально, чем я. Он вообще себя максимально классно чувствовал, и мне из-за этого прям очень нравилась наша подготовка. Поэтому, может быть, сейчас дядя Саша Федоров чуть-чуть направит. Вот. И мы, кстати, его мнение спросим относительно вообще вот этих вот качелей бажановских. Да. Ну они все уже, да, меня на соревнования готовят. Хотим. А он? Нет, я типа армрестлер, бля. Я Джон Брзенг, и не меньше. Только с рукой побольше. Три раза. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Речь была о том, ну то есть я, подписчики спрашивают, почему Денис ушел из ББ. И он привел какие-то свои аргументы относительно того, что он не может на полную когтяж заряжаться витаминами, как он привык. Что у него появилась такая дизмораль относительно его последнего набора, когда его увезли с зала в больницу. Он весил 150 килограммов, и вот сейчас он не может такую массу набрать, чтобы на сцене где-то 125-127 быть. И он следует на то, что он не может как тяж потенциально реализоваться, потому что он боится ставить большое количество того, большое количество того, и все. Вот у него вот на этом затор. Я знаю ваше мнение, поэтому его нужно озвучить. Это фейспалм, максимальный руколицо. Вот, и... Это тот самый момент, когда я просто не знаю, что сказать. Бедный человек, да? Я реально, блин, даже не знаю, что сказать. Здравствуйте. Не-не, надо тут немножко понимать, уговаривать бессмысленно. Бессмысленно. Да, вопрос, нужно четко, потенциал. Потому что где-то в этом я вижу отмазку, где-то есть страх во всем, что сказано. Ну, конечно, естественно. Это вот, наверное, с этого начинать. Потому что относительно не нужна масса в 150 килограмм для того, чтобы потом уходить в 127 или 125. Совсем не нужно. Мне хотелось спросить потенциал, сколько именно мышечных, здоровых. А мышечные, здоровые, еще раз. Какие... Что для тебя будет мышечный потенциал здоровых? 25 сухих на сцене. Ну, то какие проблемы-то? Для этого не нужно 150 набирать говна. Ну, так, реально. Ты можешь реально на маленьком количестве калорий, хороших грамотно сбалансированных питаний потихонечку идти, идти, ползти. Причем, что самое интересное, херово-то становится тогда, когда избыток лишнего ты носишь в себе, а не тогда, когда ты степенно готовишься, понимаешь? У тебя по большому счету... Мы всегда привыкли по стереотипам заниматься. Давай мы сейчас на массе, а потом на сушку. Бля, ты не можешь так делать. Запомнить тяж, так делать не можешь. И ты сделал то, что делать нельзя. И ты показал на своем примере, что не надо. В больничку ты не просто так уехал. Это, грубо говоря, образец для тех, чтобы больше никто так не делал. Понимаешь? Я просто понимаю, что это 150-151. Я тогда уезжал в Таиланд на гиперкомпенсацию. И ты понимаешь, что ты ничего сделать не можешь, блядь. Это просто лишнего говна ты носишь, который все. А организму как? Вообще, понимаешь, мышцы, они не нужны. Организм. Он всячески... А тут еще излишнего. Мало того, что мышцы, так еще и лишнего сверху, понимаешь? Поэтому достаточно было здесь. Но здесь надо побеждать, в прежде очередь, страх. Потому что страх, скорее всего, сидит больше, нежели чем нежелание. Желание-то есть. По глазам это видно. А больше страха. Есть еще такой момент, что последний сезон у него относительно не удался. Относительно его ожиданий и реальности от судейства. И он думает, ну вот что я вот сейчас начну по ВВБ готовиться, а судьи опять вот так меня не поставят и так далее. И из-за этого он, может быть, мне кажется, немного разочаровался. Поймал вот эту дизмораль, что сколько бы я там ни старался, меня все равно, грубо говоря, первым не поставят. Хотя... Сечки на квадрицепсе. А, сечки на квадрицепсе. Давай так, ты же знаешь, что сечки на квадрицепсе нет? Нет. Филхип тоже не было. Подожди. Ты хочешь сечку на квадрицепсе? Сейчас сделаем. Нет, подожди. Вопрос. Да или нет? Нет, подожди. Ты делаешь это не для судей. Запомни раз и навсегда. Ты выиграть можешь только в том случае, когда ты откайфуешь от собственной подготовки, от собственной формы. Когда ты будешь от нее кайфовать, ты будешь понимать, что ты кайфуешь, тебе насрать какое место тебе дадут. Ну, как правило, дают первое. Потому что в противном случае, ты идешь за погоней в необъективном виде спорта, ты всегда будешь недоволен. Потому что чаще всего ожидания не работают. Ну, просто кому-то не нравится овал твоего лица. Они придумают очертания, потому что у тебя там живот еще. Они что-нибудь найдут. Ну, грубо говоря, что-то мне кажется, у тебя дельта чуть-чуть не такой формы, допустим. Они всегда что-нибудь найдут. Ты пришел в бодибилдинг, правильно? Если бы это была стометровка, кто первый пробежал, тот выиграл. А тут надо кайфовать, собственно, процессом. Я кайфую. Ну, не от формы, ты всегда до кайфую. Всю жизнь кайфую. Ну, опять же, кайфуешь, кайфуешь, но все равно же внутренне же хочется делать. Поэтому ты, если на сцену выходишь, надо все-таки понимать, кайфуешь ты от сцены или не кайфуешь. Закайфуешь, нужно продолжать. Независимо от того, кто бы что ни сказал. Потому что путь в бодибилдинге, понимаешь, среди профессионалов это сейчас так привыкли. Я тут сезончик подготовился, мне должны первое место дать. Вот. На Олимпии сколько колбан стоял в очереди, чтобы, блядь, стать мистер Олимпией? Сколько лет? А у нас тут, блин, ты покачался и думаешь, нет. Это такой процесс, процесс, который ты идешь степ-бай-степ, степ-бай-степ, степ-бай-степ. Я с шестого раза на Россию только в тройку вошел. Я здесь понимаю, что это вопрос о том, что ты завтра должен быть лучше, чем сегодня. Причем, насрать, кто что говорит. Ты сам можешь каким-то оцифровать то, что ты делал. И только в этом случае. Сейчас я узнаю, что ты делал. Туда вот. Дальше, наверное, вот сюда вот дальше. Человек без массы. Двойник? Да. Угу. Вот у него, когда он позировал на сцене, как мне казалось, что у него не хватает именно вот, опять же, середина спинного трапеции, вот эта вот часть. Толщина? Толщина. Вот этот участок. Потому что, в целом, ну, ширина и широчайшие сами у него. Так, а как у тебя грудь оторвана? Частично? Да, частично вот эту часть. Нижняя, подожди. Целая, да. Нижние два волокна? Да, они нужны. А ты не подшивал ничего? Нет. Ага. Нет, я его еще не качал пока. Нет, подожди. Но я тебе и так скажу, что ничего в этом страшного-то нет. Нет, учитывая то, что смотри, самое главное, что на твою фактуру есть узкая, ну, достаточно неширокая талия. Да? То есть, если разобраться, вот даже ты сейчас встанешь, грубо говоря, в пропорции, да, относительно нужно просто правое плечо относительно левого подправлять, видишь, то есть, у тебя правое немножко шире. Такая же тема, как у меня. левое, как будто, видишь, если по контуру брать, то вот это плечо сильнее выглядело, чем это. Да? Чуть-чуть. С этим надо просто поработать. Из-за этого очень сильно будет выделяться. То есть, как только увидят какой дисбаланс, сразу видят. И называется это, знаешь, хотят тебя назвать кривым. Ну, на самом деле, ты можешь обыгрывать. Давай попробуем. Просто. Ради приколов в зеркало. Просто обыграть. То есть, ты, грубо говоря, тянешь просто левое плечо чуть-чуть сильнее, чем правое. Вот. Ну, как вариант. Просто изначально тебя в голову надо зарядить эту историю. Я относительно за своей травмой, я не чувствую правое плечо относительно левого. Мне приходится голову его пересматривать. Это просто элемент позирования, 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 позирования. То есть, когда я позировал со сцены, если я для себя ровно, то вы видите, как зритель, это вот так. Я себе делал вот так, для вас это ровно. То есть, вот это плечо меня искусственно завалило из-за того, что больше диафрагмы. И тебе примерно то же самое. Только у тебя сохранилась своя связка, тебе точно так же нужно позировать отсюда. Давай еще раз попробуем. Так она так и есть. Потому что, во-первых, а, на мозг это все уже, у нас уже все взаимосвязано. Поэтому тебе в данной ситуации сильно не расширяйся, потому что чаще, больше всего у тебя уйдет правая сторона в сторону относительно левой. Чуть от зеркала, чуть-чуть. Вот. И ты немножко, просто чуть-чуть, не надо избыточно поворачивать. У тебя ширины так хватает. Тебе достаточно просто сузить талию. Чуть-чуть расставить ноги так, чтобы было... И представить себе в тени. Как будто свет выглядит как по контурам. Представь, что ты в тень, а тебя отражает. Поэтому немножко ноги. Подсогнув колени, да. Пятки вовнутрь чуть-чуть. Не-не-не, пятки уже, просто уже. Да. Да. И чуть-чуть просто вставить. И в живот втяни. Вот. Ты живот втягиваешь и гораздо шире становишься. А по пропорциям получается гораздо эффективнее. Но он втягивает, у него чуть грудная клетка расширяется. Конечно, конечно. То есть, играть не на счет того, что здесь. Иначе у тебя что получается? Диспропорция? Это не пальцы, это все фигня. Ты как только вытягиваешься, ноги становятся короче. А тебе делать это нельзя. Поэтому, знаешь, как и все. Мясо иметь-то это не. Ты мясо-то нарастила. Когда на сцену выходишь, а вопрос. А умеешь ли ты его показывать? А потом мы обижаемся. Блядь, у меня же мясо было 150 было. Понимаешь? А на сцену выходишь, а по факту показать мы это не можем. Это проблема всех бодибилгеров, да. Блин, нам нужно как? Показать достоинство, скрыть недостатки. И тогда просто ты сам от этого процесса будешь кайфовать. Ну, парни, сегодня мы без становой тяги. Но я бы, честно говоря, ее бы ставил. Но сегодня и так без нее будет прилично. Поэтому мы сегодня без нее. Я тогда в прошлый, в первый раз мы когда без становой тяги делали гиперэкстензи. Этого хватило до конца тренировки. Относительно низа спины. Опа. Теперь еще. Тись полностью. Чтобы, блин, вот, судового. Руками мою руку коснись. Во. Чуть быстрее. Во. Во. Потом теперь вверх. И как будто тягу делаешь. Гантели вверх. Во. Только не поясницей. Аж вот этой частью. Во. И как будто в козу широчайший встаешь. Ну, широчайший ты встаешь, когда локти чуть ближе к корпусу. Давай, давай. Вот так. И прожимай с паузой. Прожимай. Вот сюда пальцы. Потом тянешься. Вот, растянулся вверх. Там все-таки просто волокна дергаются. Ну, волокна дергаются хорошо. Значит, они есть. Главный показатель. Не зажимай плечи. Наоборот, они чуть вытянуты. И вот здесь вверх. Вверх. Вот. И вверх. Нам вот эту часть как бы затрагивать надо. Да. И вверх. Вот. Теперь локти тянешь вперед. Растянулся. И вверх. Вот. Еще раз. Во. Можешь руки расставлять. Теперь руками коснись моей руки. Вперед. Тянись, тянись вперед, да. Бедро нормально? Угу. Все. Давай, давай, давай. Быстрее. Да, прям выныривай. Касайся, касайся, касайся. Дотянуться надо. Во. Еще три раза. Раз. Раз. Два. Молодец. Идем. Нас нужно раскачегарить плечи, подвижность плеч. Да. То есть ты сейчас выпрямляешься и вовнутрь, а мне нужно широко. То есть относительно того, как ты в пропорции встаешь, да, примерно. То есть представь, как ты вот позируешь, да, широчайший встал, да, перед тобой там, не знаю, самый широкий, тебе шире надо. Ты встаешь. Встаешь. Так здесь то же самое. Ты выпрямился и вставь широчайшую. Не просто вовнутрь, ты же так не встаешь широчайшую, да? Тебе нужно то же самое сделать. Ягодицы, расслабь. Во. Вот так вот, в этом положении и руки стягиваю. Вот так, во. Не перегибайся вверх сильно. Больше сам прожил. Вот, сам прожимаешь. Напряги широчайшую и на широчайшую. Вот и прожимаю. Вот так. Еще, еще, еще. Пошел, пошел. Чуть быстрее. Вверх. Вверх. Еще два. Еще раз. Шире, 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 тянись, тянись. Вот сюда, вот так. Вот так. Во. Вот так. Еще шире. Вот так. Хорош. ты изначально должен спину держать начально набег спина спина то у меня вообще вся налитая уже про налит от ее расслабляешь ты вернулся даже вниз ты и вот отсюда с этого положения просто на прогнуться и потом руки развести меня еще пофигу на это такое движение не изначально чтобы ты же отсюда уже как широчайший входе что здесь уже напрех и дотянул дотянул вверх значит выпрыгнул выпрыгнул так намного лучше кстати говоря вот самого низа напряги вот можешь высоко даже не подниматься внизу не расслабляй не расслабляй вверх вот так еще шире широко 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 вот так вот так вот другое дело вот так еще два раза еще раз хорош но будет более-менее и по ногам комфорте и по ногам комфорте потому что как только то сильно накидываешь конечно ты за счет заднего бедра начнешь тянуть не вытянем не надо куда на тоже независимо от массу были такой же как гимнаст прогибается нахер надо сильно не угибайся сюда ты стараешься наоборот как бы не сократить здесь значит нам не задача здесь сократиться задача выпрямиться здесь и прожать то есть ты грубо говоря по их как за по максимальной амплитуде поднимаешь а мне не нужно вниз как ты ты стараешься вниз не надо мы широчайший идем помнишь мы ты спозировал мы сейчас весь упор делаем на центр на толщину и все до последующего упражнения я буду идти более-менее снизу вверх и на толщину и в конце только широко потянем вот представь что с этого положения да как будто ты входишь широчайший сзади а также во и широко во и максимально сам прожми сам прожимаю в меньше заднее бедро широчайший тоже напрягать сильнее сильнее вот как сейка будто сечку вот молодец и вниз тоже под контроль негативную фазу подконтрольный держи растянулся вот еще растянулся сократил растянулся сократил вот сейчас нормально растянулся еще два раза и еще раз вот так хорош чё заднее бедро но в конце да полегче а по спине вот меня лучше или не хорош а чуть дальше ну подожди подожди дачу вот так вот понятно но прогиб не надо делать а поехали вот сюда сильнее плечами мне руками не надо еще и плечи вниз вот вот так чуть быстрее вот сюда вот он нужно чтобы постоянно подвержение было о держи не расслабляй верху но еще 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 три раза еще раз молодец не за счет не за счет того что ты поняшу чуть вперед наоборот асдер тасс вперед да спина ровно не прогибайся здесь живот тянутый и плечами во вот сюда под грудь вот интересней вот так давай без задержки просто прожимай но и дыши больше больше плечами вверх придерживай вверх чтобы не расслаблялась вверх придерживай вот вверху не просто растягиваешь но и держишь напряжение сам вот работаем еще 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 два раза и еще раз молодец как вам питер питер офигенно а соревнование а соревнования сейчас россия будет будет интересно но вы были на пицце я говорю почему и дэна говорю очень важно чтобы можно сейчас выигрывать выигрывает тот еще раз это показывает свое достоинство скрывает свои недостатки но может же по сути вы же видели его просто плохо когда человек имеет такую форму да не так себе верят как должен верить это вот знаете мне что напоминает лесу кого лишь не знаю не могу тебе судить потому что блин в него так верили но в плане того что все окружающие такой потенциал такая генетика что самый лучший там про будет так далее а вот и не смог реализовать и каждый раз так ты пойми все все знаешь что сжигает нас я в контракте было написано что мы не снимаемся до соревнований снимали себя после потому что один раз мы сделали так что пункт от вас был играть да да я я просил просто чтобы это было в контракте никогда ничего не было то есть они приезжали ко мне вот на южное кладбище flex когда вот на фоне памятников это задолго до подготовки еще соревновательный процесс процесс вообще ничего потому что как только начинается писать ответственность на него блять вот так бедно не доедает а тут а ты давай давай а что и пришли бы все давай давай дам конечно влияет да пойми медиа-то медиа но потом это медиа на тебя как работает негативно понимаешь вверху не расслабляйте но вот вот так интереснее а вот так вот поехали поехали без взрывка вниз сильнее плечами плечами тени сильнее еще два раза и еще раз вся работа подхода именно вот заключается вот в этих последних форсированных вынужденных повторениях кайф а на мышцах держи больше негативно больше упор на негативной фазе вот движение вот еще и под грудь под грудь дэнчик под грудь давай чемпион вот так но не сут улица за счет живота спиной спиной плечами 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 тащи еще плечами 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 мужчин плечами плечами молодец у тебя должно быть движение руками суда а по максимуму плечами 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 и под грудь под грудь а суда ты дотягиваешь руками получается ну надо понимать да и то есть еще раз если что мы делаем мы по поводу бодибилдинга здесь сегодня для этого всю жизнь качался и тут четыре месяца армрестлинга и это все это привычка армрестлинг русская а привычки билдерского тебя не осталось за там 20 лет качаний хочешь александр попровоцировать провоцировать на что относительно вашего мнения относительно кубка санкт-петербурга тяжелой категории точнее да точнее абсолютно то есть сейчас конкретно конкретизирую что я имею ввиду у нас есть данилов высокий и систый сухой есть мартынкин бытует мнение в сети не кто-то конкретно говорят что мартынкин по идее не может выигрывать у данилова типа разная вообще категория рост и якобы серёжа данилов на питере после сибири она был предпочтительными вы видели просто это вживую и вы можете как-то это более профессиональным своим взглядом давай роман мы сначала поставим критерии того что мы должны видеть на сцене давайте относительно тяжелого бодибилдинг вот это давай мы даже сделаем так визуально всегда же на своем даже есть бодибилдинг а значит презентабельность спортсмена на сцене верно важно важно очень важно почему у данилова лицо было белое на сцене ну концентрировался на позирование тяжеловато я тебе так скажу белое лицо раз второе если разобраться в плане того что не было грима конечно он не наносил грима почему вот господин фотограф скажите пожалуйста как это выглядело со стороны того как эстетики особо не выделялась а те сейчас фотографии покажу голова отдельно тело я даже комментарии за такие что как это не выделял на фотошопе ли потому что у него голова вообще типа белая как не делала коричневый погоди 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 иначе если мы сейчас про про скажем там вообще снимут это вообще мы куда идем то есть если это бодибилдинг так дальше а давай теперь посмотрим с точки зрения того какой человек может быть и как он себя показывает на сцене любого из этих спортсменов поставим просто в тени посмотрим пропорции если бы вы про данилова ну нельзя так позировать ему нельзя он вытаскивает настолько то есть что пропорции вы совсем теряются средний сектор сильно поднимает растягивать я же еще раз говорю почему пойду мартынки мартынки извини за выражение просто работяга трудяга у нее очень много чего порвано форму не очень хорошим он как выходит кусками мяса просто дарил язерный он просто он просто давит кусками мяса ты когда вблизи все это видишь я когда папе показал мартынки на понимаешь я буду папа вот этот наш лидер помогут ну когда он вышел на сцену блять вот этот число блять и он это все показывают у него нету ничего что не напрягается ну вот согласитесь саша с мартынки нам очень тяжело конкурировать он ну просто его качество его жесткость его мясо на квадратный сантиметр кости да вот это просто понимаешь просто рядом нет у того человека кто бы мог бы это сделать но она же вот данилов сможет на россии при ну вот прочих грамм не знаю меня видел вот только вот живу один раз я тебе не могу сказать просто но это надо просто наработанное мясо я видел как мартынки здесь тренировался но извини блин там со спины он встает вот эти трапеции туши какие вопросы а причем что самое интересное да можно сказать бицепсов то нету они оторваны но он даже это выигрывает он обыгрывает это но у него в принципе вот он он даже стран вот эту вот позу к примеру показывает с оторванные руки и она там наоборот как бы ну что я сегодня целый день пытаюсь сказать бодибилдинг это когда мы скрываем свои недостатки показаны свои достоинства мартынки делают лучше всех поэтому первый о чем мы говорим о чем мы говорим понял пляж ни у кого блять нету производной программы да да ни у кого далее из матов но он выступал мне в тяжелом бодибилдинге но он позер далее да 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 лера я не знаю так наслышан по поводу его человеческих качеств поэтому с точки зрения человеческого качества он не интересен очень много ну есть такой момент поэтому для меня сегодня когда лер был раньше пять лет назад когда он вышел когда когда он начал выступать в 2000 там еще он в юношах сюда по он как он вышел вот вот всегда вот вот мы видим в такой форме но гонора парня выше крыша если посмотреть его за кулисами как он про других ответов говорит вот так не так нельзя бра я же говорю спортсмены можешь ты не быть на человеком быть обязан 1 не раскачивайся на мышцах на мышцах вот так вот так вот на спине на спине вот здорово вот дома сейчас хорошо вот так здорово волк не разводи еще еще два еще раз как же это больно как же сука больно каждый раз каждый раз блять эти тренировки я не знаю может быть у меня такой болевой порог ну типа очень маленький не знаю а уже в рестлинге он все набитился забирает вообще уже думаю когда все закончится я здесь делаю нафером подписывался под это руками да очень много руками да стоп поставь да подошли они у тебя мощные чуток чуть конечно тебе еще надо тонну повесить надо их почувствуешь попробует движение сделать не сгибая рук без веса хорошо мы будем прогибаться на кого без рук я хочу чтобы среднее положение тогда было попробуй без веса без веса пока просто сядь без веса без веса попробовать да раз руки не сгибай лишь даже мир смотри-ка видишь даже ты не можешь сделать без друг без сгибания рук руку вверх вытяни просто плечо вниз руку не сгибай еще насильнее еще сильнее затянул напряг и и чуть-чуть и чуть-чуть ты спиной не дотягиваешь если пиковое сокращение все не надо тогда больше вот то что ты сократил максимум что ты можешь руками ты дотягиваешься только сильнее до сократить то есть помнишь как мы широчайше встаем мы встаем плечи натянули да вроде сечка но мы потом руки дотягиваем чтобы еще сильнее дожать только для этого руки сгибаются они для того чтобы у нас же нету зачета опустить самый низ правильно у нас важно чтобы спина максимально сокращение получилось и не отдавай ни капли энергии о а вверх не бросай и плавно вверх можно даже без задержки без задержки без задержки постоянно в напряжении в негативной фазе ради же держи в негативной фазе вот вот так еще сильнее плечами хочу плечами сильнее еще еще сильнее плечами не руками руки сильнее чем спинам блять и еще раз вот на руках я тоже держу вот и привык так делать на руках а я тебя прошу на спине тину поэтому у нас и спина дырявая а потом игр про мартинки а мартинкин так не делают у нее бицепсов нету нахуй ему спину приходится хочу понял что тебе надо сделать оторвен дело не в этом да может быть вы сейчас смеяться можете сколько угодно но четко понимает если если тренировка спины тогда на спиной тащить них у руками просто не критично белая ты это мне даже как я лагров блять подожди ну-ка с ними как на видео сейчас скажу как по ходу говорить но понимаю это не критично белая фотографа пол лица с бородой ты прикалываешься ты прикалываешься что ли ну ты идут учет издеваешься что ли ну брат типа краснел ну ты прикалываешься это чё это как не критично она белая но это не критично для ребят мы можем все что угодно за уши кого-то подтягивать понимаешь что угодно говорит это поза эстетически верно и правильно но он там даже не напрягается у нее силуэт очень хороший но он там не напрягается рук там явно не хватает где вы мощные руки которые были на массе куда не делись которыми уходил тогда блять видел руки и они в таком у него были сейчас никакие я извиняюсь ну если честно тоже когда вот он позирует и ставит двойник спереди мне показалось что руки у него прям именно бицепсы выпадать начали в этой позе ром я сейчас занимаюсь тем что я очень сильно не люблю но для меня это реально понимаешь у меня это вот я реально переживаю я каждый раз хочу прицел на меня увидеть волна за кого-то порадоваться ну каждый раз награждал был радоваться каждый раз когда я вижу понимаешь у кого то есть мясо но не может показать у кого у кого мясо не достаточной и грн он пытается выжить и вот что это пытается пытается сделать каждый раз такая история ages 마шь все одаренные все все весь свой дар в унитаз сливают те кто блин одарен не одаренный понимаешь пашут как умалишенные. Парадокс, блядь. Локти вовнутрь. Шире-шире, не вовнутрь тащи. Старайся широко тащить. Вот. Ещё. Ещё. Ещё раз. Молодец. Нормально? Если голову забивать будет, положи тогда. Растенеть. Надо бинты взять, ему руки перемотать в локтях. Чтоб, блядь, они вообще не сгибались нахер. Ты можешь сам её напрячь? Спину напряги и напряжённой держи. Вот. Вниз не бросай. И вниз придерживай. Вот, на спине, не на руках. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Вверх. Ещё два раза. И ещё раз. Хорош. Два. Силы есть, а тех лучше самой нет. О-о-о. Вот так. О-о-о. Так, голову не поднимай, чтоб не тянуло голову. О-о-о. И не расслабляйся, не расслабляйся, не расслабляйся, не расслабляйся, не расслабляйся. Ещё. Ещё раз. Хорош. Когда растянутый поинтереснее? Да. И шея, наверное, не тянет, да? Угу. Ладно. Уф. 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 еще хороший большой да не лишь небольшой а качает кого-то меня в разные стороны хочу но мне больше не мне не нравится то что у тебя движение получается она напряглись расслабились напряглись расслабились на ты всегда должен ты взял напряжение ты сейчас расслабляйся в моменте момент выполнения упражнения постоянно должен под напряжением быть раньше молодец хорошо выше 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 поднимай выше вот так вышите не еще ну еще и еще раз молодец тяжело тренироваться без мотивации вот понимаешь как бы это все называется мудовые рыдания да если если бы сейчас понимаешь у него задача была да через полгода ему там надо соревноваться по бодибилдингу он бы слышал по-другому чем нужно а очень все равно тренируется потому что задачу не другие у нее даже если он даже сейчас как мужик настроиться все равно внутри то задача другая и поэтому наш воздействует на мышцы но тоже самое получается это так чем мы здесь занимаемся сегодня далее ну давай вот смотри мы готовились с тобой на сибири в двадцать втором году у нас было с тобой семьсот пятьдесят теста прима сколько было 700 500 прима и что там еще у нас был мастер он поможет все что это сверх дозировки ну я к тому что это не сверх дозировки это не 3 грамма может быть даже дозировки меньше и вырабатывать их просто лучше можно то есть ну он боится за большие дозировки но если даже эти четверть от этих убрать дозировок и они я подождите я вот боится за большие дозировки а где и стандартам что надо большие дозировки вот голове у него вот откуда тебе в голову пришла эта история что нужно большие дозировки эти дары так скажу раньше у меня макароны хорошо на загрузке шли помнишь когда форма 2003 года чемпионат европы это макароны были так кроме как того что у меня путчат макарон больше ничего ну понятно да каждый день у нас а по сути дела вопрос как ты можешь время ну как бы реализовать то что ты получаешь обменные процессы совершенно другие вообще организм меняется по-другому ну нужно в процессе вот я например сейчас только зарядился после такого продолжительного отдыха я посмотрю как пойдет вообще процесс что к чему больше лежит это понимаете куда ветер подует бля туда я пойду не ты должен сам понимать что ты хочешь они так что бля сейчас я так просто сейчас получается фарма руководить свои силы всей твоей судьбой так не должно быть это бля и ну-ка я вообще просто понимаешь вот отсюда мы смотрим а потом то есть пляж как бы здесь ты танцуешь или тебя танцуют есть не все равно в первую очередь нет он громко не договорил первую очередь семья потому что я страх это наоборот из-за семьи то есть я не хочу чтобы за мной скорая приезжала потому что мне соответственность хороший вопрос вот здесь уже ближе ну это 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 первоначально действительно подожди сколько надо было мы три упражнения на спину сделали вы увели его на чистую воду немножко матом поругали говорился но это он сказал уже в последней причине начального начинала какие-то такие сквозь потому что я это уже тысячу раз говорил это но это первая причина я так но я могу выходить соревноваться ну и чё смысл но теперь дальше шума если потом снимать масса сейчас разоблачение будет парень чё в плохой форме чем массы чем массы не хватает но подожди начать что-то за семью то вроде что-то семья тут как мне кажется отговорка уже пошла я понимаю если парень бы вообще бы перестал химичить и сейчас бы не рос был бы сидел бы перед нами 300 килограмм 90 да 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 мочегон 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 такой да так сухой дрич а сейчас вроде так смотрим сути рука сейчас а так просто переживаю что семья там это самое ночью он наел накормился вот посмотри он постоянно держит широчайшего под напряжением у тебя так не получается он и постоянно держит а я туда и не бью она у тебя расслабляет к этому не сидишь а я не бью в ромбовидную стараюсь хорошо так в ромбовидной пойдет здесь вообще у нее же скачет он здесь просто и даже ты одной ромбовидной не удержишь легче руками удержать удержи полностью спиной для того чтобы пускай спина в любом ее проявлении держит ниже чем руки хотя бы с этого начала потом уже будем уже нам просто само движение то что я в грудь давит до этого неудобно тут извини на 70 килограмм здесь до извини вон где он ему 70 лет на сука он делал этот вес блять ему нихуя не давит дэн ну хорош блять пиздец на рукой вот знаешь когда просто когда начинаются такие вещи ты видела тянули хорошее 120 еб твою мать и не пиздеть блять вот тогда будет нормально тогда еще могу типа ищите в грудь давит какую надо часть работы чувствовать какую спину блять они руки на любую спину просто давай начнем с этого просто удержи даже на широчайший держи вот даже на ней уже будет хорошо давай пойдем а там дальше дотянешь если ты будешь удерживать широчайшую тянуть к середине тебя хочешь не хочешь включится здесь выше подрасти не чуть-чуть вот и удерживая напряжение вот вот другое дело и груди выше и выше вот вот так еще еще два раза еще раз молодец сильнейший причем чуть мать не боли еще чуть больше прогиб попробуй вот выключить чтоб семей рассадится еще раз поменьше хочешь поменьше весь сам смотри балансирую бы и негативную фазу не держит и не бросает еще раз хорошо больше трапеция но попадает в середину до или в трапецию больше просто знаешь как получается то есть ты оттаскиваешься но еще хотела бы себе ты оттаскиваешься назад и тянешь трапеции плечи чуть вниз подопусти чуть-чуть вниз то есть не должно быть вот это вот сюда я боюсь упущу чтобы вниз не хватало так нет смотри еще раз она не будет хватать если ты будешь тянуть сюда вот я так получилось как тянулся назад да и трапецию втянул это все максимально вот это уже лучше еще и потом получается такой если руки полусогнуты у нас получается плечо идет назад и плечо еще на зацени и вот ну вот с вашим усилием так согнулась нормально вот 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 ты каждый раз стараешься как бы сделать высечку как в широчайший вход это каждый раз понятно но это представляете я тяну без вес вес меньше да вы помогаете давай давай есть давай вес но так иначе получается очень очень сильно в руки до подвижность плеча еще теряется если подвижность мы сделаем значит с маленького веса она начинает плюсом еще растяжка должна быть значит ноги чипать выпрямим о руки в сгибают самый последний момент сначала плечами тащи 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 вот туда да вот так вот трапезку не зажимай вниз вниз вот так еще раз а по факту тяжело становится потому что мы затрагивать те волокна которые только не привыкли работать и сам как работает у нас да 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 понимаешь вот об этом и речь идет и да ну то же самое ну и у него все равно у него легче руками вытащить ниже чем включить то что не привыкла работать армлестник тоже меди да не спорт для спорта спорт для меди силе вперед растягивать сильнее 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 растений вот вот подвижность войка получилось вот так вот вот что-то как-то как-то где-то кто-то как-то уже шток страсти руки в самый последний момент сгибать даже еще может сделать просто счастливее плечами еще раз очень хорош хорош если замыливается начинает лучше бросай поинтереснее третье упражнение все а третье упражнение все это даже сжигаешь там вторая тренировка удачи ты даже ты даже считаешь хуёво а я то не считал просто вот так вот кто-то умирает на этом вражне кто-то были даже у не считает а мне тоже руки работали так первый тренировок я тебя чувствую все-таки армрестлеры все-таки гораздо сильнее чем качки были они даже первое упражнение вот если ты говоришь что делаю движение мне тяжело дается ровно делать не постоянно я контролю так жестко то есть и не просто взял там до начал делать прежде чем взять у меня четко есть постановка почему я внимание обращаю и тут еще наработан я когда за ними за 7 смотрю от него сейчас очень много провожу как бы показывая понимаю то есть как бы включая им говорит как будто еще сам прорабатывать вот он делает например да там я вам помогая сам широчайшую напрягающий да 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 я буду даже большим они потери и по сути дела это почему я форму держу потому что постоянно с ними в работе нахожусь но единственно правда сейчас еще лед добавился с начала начала года я вот сегодня был в 5 утра я встал в 6 30 на льду был с ребенком и сам тоже тренирую сейчас покориться с ребенком чуть меньше но когда без ребенка больше сам так мы за голову давай да за голову перед собой и благо помнишь в одной плоскости мы говорили да руки не имеют значить чем меньше ты руки будет сгибать тем будет лучше и вниз поставь опять смотри самая д покажу маленький момент опять основной быть вытащил руки до первое движение приходишь руки создать в тот момент когда ты руки сгибаешь у тебя плечи приподнимаются нам же движение нам изначально возьмем вот он нам нужно вот но потом не вовнутрь а наружу наружу чтобы ширину поэтому как бы ты и делаешь 1 а да но когда ты на круглый ты тащишь у тебя получается на вся будет работать даже если посмотрим от мартынки да кто видео тренировку мартынкина что мартынкин делал два подхода или один подход рабочий чем артынкин делать подтягивается с весом блять кто из нас подтягивается с весом никто никто да и я тебя хочу саре я тебя я тебе хочу сказать тогда моя спина когда была моя спина когда была вот она более детально и массивно тоже подтягивание и с весом были становая тяга как только ты убираешь себя упражнение вообще чтобы сменит не хватает а ты обрати внимание и причем до руки а то представляешь как он спиной тащит то что я и пытаюсь ему а у него конечно доминирующие руки и у него мозг заложен ему сейчас переучивать это значит сама сейчас тренировать и просто палкой выбиваешь чтобы на руками тяну он просто к себе к сожалению не может так делать потому что нужно привык это привычка привычка нам же как зона комфорта мы привыкли люди да как это выкинуть как привычный как ощущение конечно 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 всегда так было причем но это и самое главное чем больше атлет добился результатов определенных из какой-то с какой-то проблематикой тем еще все сложнее и сложнее сложнее переучивая за мешает немножко это надо просто зачеркивайся заново я сделал подход меня сместили и причем наш такой процесс настолько кропотливый порой бывает нервы даже не выдержит думаешь с одной стороны гулять но можно же и без этого о старайся во внутрь нет не за тебе широко широко о вот так вот так вместе без взрывка без взрывка мы же вместе с тобой делаем вот просто спину прижимай 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 вот так вот сейчас дорого вообще вот класс еще давай 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 если что я помогу вот еще два раза и еще раз боковой зеркало себя видишь надо чтобы в одной плоскости локти были назад не уходили в одной плоскость может до затылка тянуть о вытягивайся вверх плечи плечи вверх вниз вверх вниз не руками тяни здесь не дам тебе сейчас их согнуть нормально нормально спину чувствую я еще хочу сильнее чувствую тонким уме а у меня сейчас вену оторветь ни хера бля новую пришью блять вот так хорош но по крайней мере ход движения есть а ты все равно хочешь дотянуть просто пальцы оставил а ты хочешь сразу сжать руку по привычке локти локти назад не отводи вот-вот видишь плечика ходит сначала плечи садись а потом он дотянул плечи дотянул плечи дотянул плечи дотянул а если он руки выпрямит до конца то первое движение будет связочное очень много а в момент связки всегда захочется расслабить спину хорошим и потом такое растяжение до тянущее такое состояние до вот даже если посмотреть визуально да смотри мне вот так и хочется ему руки или зажать чтобы он смотри сколько какого слова будет сгибать рубеж он дожимает рукой в конце видишь сколько плечо плечо вот только чуть-чуть плечо а рука смотри сколько сгибается видишь а если мы руки здесь мы делаем все и больше больше спиной вот еще раз и еще раз молодец снимать с ним очень тяжело сейчас просто даже не понимает ему никак я вас прошу да все хорошо блять для меня это просто утопия блять когда мне говорит все хорошо ничего хорошо там для меня наоборот не получается здесь дискомфорт мне лучше так сказать лучше сказать что херово чтобы мы нашли что было хорошо все хорошо а для меня это не аргумент я не понял что хорошо какая часть конкретно но для него это тоже тяжело еще потому что для нее это новое это тоже адаптация привыкнуть еще сделать самка тоже первую тренировку пришли вообще не понимал чем говорит так хуел это самая большая по просмотрам когда еще не очень хороший самочувствовал и это был полно и понимаешь и как момент с каждым тренировочный процесс разный вот с каждым разный попробуйте а перед собой потянуть точно так же только подбородку о только плечами тащи руками не дотягиваю сколько плечами дотянешь только в месяцами очень хорошо кисти сверху такие получше но и еще раз получается не торопись а если она плоской голову вверх подними и на подбородок низко так не надо руками что не вытягивать только плечами сколько можешь в локти в сторону тащи вперед локти вперед вперед о еще хорош а еще маленький момент это когда выдыхаешь прикольно а смотри что получается это вес небольшой то есть грубо говоря когда вес будет большой ты начинаешь тянуть и делаешь выдох на движение да то есть по идее смотри ну он так сказал я перевел а как когда на выдохе ты можешь сохранить максимальную растяжку плечи что стороны были то есть для меня для меня я сейчас я просто сейчас скажу выдох на растяжение а ты просто подумай вот смотри еще момент это сейчас может противоречить вообще всем рядом я ни с кем спорить не буду я просто кину информацию а ты попробую и уловить так или не так а теперь давай так ты когда бицепс поднимаешь ты на выдохе поднимаешь его до большой вес ты так поднимаешь так да все так понимают это говорят блять но поднимают не так нихуя задерживая дыхание конечно блять а вот видишь как получается я понимаю тренер ты просто как дыхание ты делаешь никто не задумывается быть у меня руки просто 55 поэтому с большим весом ты как сделаешь когда вот надо вот реально много понимаешь ты будешь выдыхать конечно задержишь ты выдохнешь только тогда когда ты поймешь ты подняла против самую пиковую нагрузку а где у тебя здесь пиковая нагрузка самом нижней фазе тогда как ты и пройдешь ты не можешь здесь сама пиковая у тебя вот здесь так выдыхай отец зафиксируй же надо еще если выдохни что это как пресс ты потеряешь энергию поэтому здесь что поднять много а сколько потому что спина это вес объем и больше больше кислорода а ты кислород отдаешь мне сейчас этот вес на выдохе поднять будет тяжело если я буду терять я буду его коряче со вспомогательными мышцами но не спиной да ладно я сейчас только что специально за твоим дыхание смотрят ты начинаешь выдыхать а тянешь и поэтому и поэтому и поэтому тебе плечи вниз не опустить потому что легче руками дотянуть вот для бажанчика интересный пришел герой глаза глаза посмотрите замбулат пришел все рукоборец пришел лук бажана глаза загорелись все бодибилдинг потухну кому я объяснялся да он даже не услышал 20 лет качался за 4 месяца все забыл просто ради прикола пару раз попробовать выдыхать тогда когда ты отсюда вверх пойдешь еще раз веса совершенно совершенно большего веса поднимаешь вдох но когда у меня много воздуха у меня больше силы нету воздуха нету силы нихуя силы будет экономить ему про натор еще надо покачать ну что братья чаще я думаю тема сегодня наговорили до хера и наговорили и ну на самом деле я очень хорошо нагрузился после первых упражнений руки стали 58 до на крюк сейчас начинает дэну наконец-то руки накачали слава богу вот поэтому дэнчик и сюда пожалуйста теперь первенство засирать в комментариях по поводу силовых это дэна мы с александром когда снимаем для вас тренировку мы всегда повторяли что когда вы приходите в зал к тренеру у которого свое определенное видение и он тренирует с вами новые углы и какие-то новые нюансы все это намного тяжелее чем то как вы привыкли вот грубо говоря и получилось денису было непривычно какие-то углы и тогда движение он все эти дела и но когда его направляют на те участки которые у него не включались до этого это становится намного тяжелее а плюс это все надо в течение подхода еще проконтролировать и каждое повторение сделать туда чтобы ударил поэтому большие веса это хорошо но пока не настроиться нейромышечная связь посредством но если грубо говоря в этом у дэна уже свернувшие спортсмены или те люди которые это временно это очень вы быстро переигрывается сила вернет то есть мы просто на какой-то период времени уйдем на те волокна которые не работали мы приподнимем они начнут уже функционировали они быстро подтянута тем кто которые работали с точки зрения тренированного человека это просто нужно набраться терпения и совершенно все вернется обратно поэтому вот вы просили дениску александра везде будет выступать нигде его нахуй не увидите везде будет готовиться и никуда не будет александр вам очередной раз спасибо большое за тренировку мы с вами среду по поводу по поводу груди или по поводу дельт всем спасибо друзья за внимание метр бодибилдинга вся руси я конечно не смотрю среди двух бутылей но тем не менее я стараюсь до скорой встречи всем пока